Всем привет, друзья! Меня зовут Давид и вы находитесь на YouTube-канале R-Style. Сегодня необычный обзор. Не отключайтесь, посмотрите обзор целиком. Расскажу про телефон стоимостью всего лишь около 5000 рублей. Как говорит производитель, та же компания Nobby, здесь есть свои сильные стороны. Например, в отличие от конкурентов, там ставят TN-дисплеи простейшие. Здесь поставили, кстати, действительно неплохой IPS-экран. По крайней мере, он яркий и нормальный. Ничего плохого про него сказать не могу. Давайте подробно, хотя не подробно, а достаточно коротко, но емко рассмотрим этот телефон, что в нем есть. Первое, что нужно понимать, это достаточно доступный телефон. В районе 5000 рублей он стоит от компании Nobby. Компания говорит, что здесь есть свои сильные стороны. Например, здесь чистый Android, здесь 2 гигабайта оперативной памяти. Не смейтесь, это, учитывая стоимость устройства, нормально, потому что у других бывает даже один, что совсем мало. Здесь 16 гигабайт встроенной памяти, но начнем по порядку. Начнем с внешнего вида. Конечно, говоря о дисплее, нельзя не отметить очень важную вещь, что дисплей здесь 18 на 9. 4,95, но фактически 5 дюймов по технологии IPS. Разрешение его относительно небольшое, но тут опять же сказывается бюджетность этого телефона. Телефон работает на чистом андроиде, Android 8.1 на данный момент. Чистый подразумевается, что здесь нет никаких сторонних настроек. И не только, как раньше всякие браузеры были какие-то, или просто от Яндекса сейчас, по-моему, во всех телефонах есть все. Здесь только самое необходимое. То есть все приложения от Google, фото используется, Google фото, музыка используется, музыка, правда еще и галерея стандартная андроидовская есть. То есть, учитывая, что телефон недорогой, это скорее плюс, потому что все остальные приложения можно поставить просто из маркета. Отмечу, что есть обычный FM радиоприемник. Если вы любите слушать именно радио, обычный по проводам, то здесь есть такая возможность. Учитывая, что смартфон стоит недорого, комплект у него хороший. Например, есть пусть простые, но наушники. Их можно использовать в качестве гарнитуры. Компания Nobi выпускает разные продукты. Я, например, тестировал наушники от компании Nobi, они мне действительно понравились по качеству звучания, они звучали очень хорошо. У них в линейке есть разные аксессуары, разные телефоны. Я оставлю ссылку на этот телефон под видео. Также все остальные характеристики, включая батарейку, процессор, вы можете посмотреть по ссылке на официальном сайте этого производителя. Еще из особенностей отмечу то, что телефон съемный имеет аккумулятор. Это я такого не видел уже очень много лет. То есть, съемная крышка и съемный аккумулятор. И выпускается смартфон в разных цветах. На этом я свой обзор заканчиваю. Посмотрите, сколько он стоит, посмотрите его характеристики на официальном сайте. И, как всегда, желаю, будьте здоровы, будьте успешны, будьте позитивны. До новых выпусков, с уважением ко всем, Давид. И, как ни странно, не в защите этого телефона здесь свои плюсы, свои минусы есть, но, как ни странно, качество звука в наушниках оказалось очень даже неплохим. Я даже удивился. То есть, высокие частоты не цикуют, все слышно вполне себе нормально. На этом точно у меня все. Счастливо!